Вы на МОСБ, терминальная стадия, раковые опухоли, расписывающиеся на Москву. Это когда ты приезжаешь там, где ты сталкиваешься с разлобленными людьми в метро постоянно. Не только я лично сталкивался, а видел и был свидетелем. Это крестный, который вызывает мама-одиночка, который говорит с ее дочерью, что она должна менять броней как перчатки, заниматься алкоголем, сигаретами. То есть для вас это нормально, для москвичей нормально. Чтоб она постоянно этим занималась. А меня тогда я не пил, не курил, не дрался вообще ни с кем, и меня он считал недостойным. Вот оно, что я считаю терминальной стадии раковые опухоли. Я причем работал тогда, зарабатывал тысячу в день. Мне платили эти грузины. Грузины, да, в Москве я на них работал. Русские же там не дают работать, нормально. Нормально все. Может, только терминальная стадия раковые опухоли пошли, они тебя и выгрождают. Я умру один, скорее всего. Потому что нет здесь... Правильно говорил Володя Батчерков. Да и все эти... Здесь нет вообще уже... Белое население, мы уже все... Славянское население уничтожили. В Британии там были... Это дизлайп говорил, в Британии там были пабы, где они бухали, как свиньи. В специальных пабах женщины, девушки, мужчины. А теперь там их нету, там индусы. Он вообще посмеялся у меня так и так же. Теперь там индусы поселились. Вот у нас тоже... Спевают народ. Кстати, я... Кстати, вот от этого пива легкого даже все равно аллергия есть небольшая. Короче, мой организм, он это... Похоже, я вообще не знаю, что со мной не так. Надо было тогда напиться с этим крестным и... В кармане баллон мощно держать заранее. Ну, если бы я знал, что такое... Так с таким дерьмом, где-то столкнулся. Короче, резко его... Пнуть и... Обрызгать баллоном. Или залить баллоном просто. Все. Что это у этого хорошего? При этом он ненавидит европейцев, называет их на букву П. Как только я сказал, что слушаю запад. Просто слушаю западную музыку. Представляешь, какой он ограниченный, тупой. Подкрестный. Это просто терминальная стадия вообще. Москва это... Пошла она... Москва. Единственное, что согревает душу, что он меня хоть где-то любит. Но не в Москве, конечно же, и не в психологии, и не в России вообще. Хоть пару человек любит меня. Спасибо вам. Нет. Это... Да, это уменьшает мою депрессию, кстати, по-моему. Потому что знаешь, когда тебя никто не любит, у тебя нет будущего. Ты думаешь, зачем мне жить, если у меня нет будущего? А тут есть надежда на будущее. Это хрупкое. Потому что за годом может все измениться. Могут вообще граниться на пиры. Вот скажите, у вас тоже норма такая, что пресные, это говорит девушке, поносит ее парня, который похож на Иисуса, когда я был, не курит, не пьет, не матерится, не дерется. На тот момент, я был таким художник и работает, там, зарабатывает тысячу в день, даже в конце франшизы. И который и пресный говорит девушке, которая верит в Бога, которая вообще является немножко, немножко больной, как-то. Вы говорите, я бы на твои, что нужно курить, пить, материться, бухать, менять парни, как перчатки. Вот у вас, вы когда-нибудь встречали таких, скажите, которые агрессивным тебе бы навязывало это? Говорю, пошли выйдем, если ты не хочешь пить с вами, пошли выйдем, он мне говорил, пошли выйдем, и беремся дальше, он тебя унижает. Ты говоришь, слушаешь, слушай, я говорю, я слушаю западную музыку, он называет, сразу говорит, ааа, западный, на букву П. Ты когда-нибудь такие встречались? Хорошие люди, да. Думаю, каждый встречался, да, только я один не встречался, только я один не повидал тьму этого мира. Это только один человек из Москвы, с которым я столкнулся. Там было еще в метро, сколько я видел дичи, агрессии, необоснованной, как больные какие-то, агрессивные люди, вот им бы, ну ладно. были там хорошие люди, я сам виноват отчаясь. Надо было просто выпить с этим крестом, залить его баллонами, ничего. Или если бы я выпил с него, может он бы меня и не стал унижать, или унижал бы, он бы сказал, я не буду с тобой общаться, он сказал. Но он бы еще больше, мне жалко, я пришлось все равно бы его подраться с ним. Он такой, он мне говорил, если ты, если ты, типа, что ты, что я не мужчина, потому что я не могу разбить стул, который мама, девушка, ну, в чужом доме, разбить, взять, разбить стул и обматерить его. Мне такое даже в голову не приходило. И это значит, я не мужчина. Вот. Правильно, я не мужчина, да. А вот такие, как он, из-за таких, как он, просто, он думает, что это из-за таких, как я, не будет будущего. Да он даже в будущем не думает, он думает, как выпить, как покурить, как поменять себе бабу, там, как обучить. мою девушку, менять парней, как перчатки, курить, бухать, материться. Это просто терминальный, ну, это, короче, рай для, вообще, рай развития. Москва, это прекрасных людей полна. Я желаю тебе столкнуться с таким, если ты с ним столкнешься, что-то, погладь его по головке, скажи, ты молодец, ты отличный крестный, молодец, молодец, правильные вещи говоришь, крестный называешь, ну, сейчас гордиться все называют крестным, я крестным, ты знаешь, высокомерный, ну, ладно. короче, я думаю, что каждый сталкивался с такими добрыми, крестными, прекрасными, в Москве. Россия, это вообще, страна будущего, здесь, здесь не может быть депрессии, это не такое, а то мама через ФСБ, там все узнала обо мне, потому что я сталкиваюсь дичь писать, просто у меня был травмирован этим крестным, немножко психически, потому что у меня тревожное расстройство, он угрожал мне, надо было сказать ему ответ, а может с тобой что-нибудь случится, но он бы сразу на меня кинулся, ладно, короче, так, 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 так,